Яо, Чивапчис и Эшкерембу, с вами ваш покорный слуга Энтаза. Подписчики моего телеграм-канала попросили обзор на аниме Орегайру, но как я могу отказать своим любимым подписчикам? Поэтому представляю вашему вниманию сие творение. Псс, а если вы хотите, чтобы я сделал обзор на ваше аниме, заходите ко мне в телеграм-канал, ссылка на него будет в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к обзору. Школьные годы. Сколько же приятных и не очень приятных воспоминаний они навевают. Хикигая Хачимон, старшеклассник с довольно циничными взглядами на жизнь. Наш Хикан верит в то, что лучше быть одиноким волком, чем страдать от предательства и разочарований. Ау! Замечательная учительница Хикигая, Шизуко Хирацуко, решает помочь нашему балбесу стать частичкой общества. Она заставляет его присоединиться к волонтерскому клубу, которым правит самая лучшая тянка этого аниме, Югина Югинашита. А кто с этим не согласен, тот должен с этим согласиться. Сюжетка аниме ничем не отличается от типичных представителей данного жанра. Здесь нет никакой магии, шмагии, шпагии и так далее. Но это не делает тайтл плохим. Какова же цель слайсов? А цель слайсов очень проста. Показать жизнь такой, какой она и является на самом деле. Подростки решают свои проблемы, влюбляются, наводят суету и делают то, что делает типичный старшеклассник. Главные герои помогают другим решать личные проблемы. Изюминка всей этой истории, наверное, любовный треугольник между главными героями, но о нем мы поговорим чуточку позже. Перейдем к ключевым персонажам. А начнем мы с Хачимана Хикигайи. Уже с первых серий становится ясно, почему Хачиман ведет себя именно так. Из-за травмы и неприятных воспоминаний, связанных с общением со сверстниками в детстве, а также из-за неудачных первых романтических отношений, он отдаляется от общества. Цинизм – это его защита от людей, необходимая для того, чтобы снова не столкнуться с негативными эмоциями. Но, несмотря на пренебрежительные отношения со стороны одноклассников, он все равно готов помочь им в решении различных проблем. А теперь мы перейдем к Юкине Юкиношите. Юкина Юкиношита тоже пытается быть не тем, кем она является на самом деле, чтобы скрыть свою неуверенность в себе и поле от одиночества. Как и Хачиман, она ищет оправдание своим поступкам, пытаясь доказать себе свою значимость. Такое поведение героини уходит корнями в ее прошлое. Мы узнаем о нем лишь намеками, но можем предполагать, что она также сталкивалась с буллингом, пусть и не таким жестоким. К тому же у нее есть проблемы в семье, которая, как кажется, совсем не ценит ее. Юи Юи Гохама, или как я ее прозвал, Рыжая Ведьма, отличается от двух предыдущих тем, что лучше адаптирована к обществу. Однако, становится ясно, что она не всегда рада этому, несмотря на более позитивный настрой. При просмотре аниме, создается впечатление, что Юи испытывает потребность в общении и, несмотря на наличие друзей, чувствует себя одинокой. Кажется, что ее не очень ценят, особенно это заметно в первых сериях, потому как подруга обращается с ней. Именно этим объясняется ее желание быть с другими героями. Она выполняет роль связующего звена между Юкиношитой и Хикигай. А теперь мы вернемся к любовному треугольнику. Любовный треугольник Варгайру является сердцем истории, через который раскрываются внутренние миры героев. Отношения Юкиношитой и Хикигай основаны на взаимном уважении и понимании. Оба героя стремятся к независимости и самостоятельности, но постепенно осознают, что нуждаются друг в друге. Отношения Хачмана и Юи основаны на контрасте между его цинизмом и ее оптимизмом. Юи помогает Хачману увидеть мир с более позитивной стороны, а он, в свою очередь, учит ее быть более самостоятельной. В их отношениях есть что-то непосредственное и эмоциональное, что делает их особенно теплыми. Юкино и Юи находят общий язык и становятся близкими подругами. Юи учатся у Юки стойкости и решимости, а Юкино перенимает у Юи умение радоваться мелочам и быть открытой для новых знакомств. Их дружба становится важной опорой для обеих героинь. Внимание, спойлер, если не хотите испортить впечатление от первого просмотра, пожалуйста, перемотайте данное видео. Хоть Юи любит Хикигайу, она все же уступает Юкине, как говорится, если любишь, отпусти. В целом, это довольно-таки позитивный слайс, в котором дофига юмора и есть, конечно же, и серьезные моменты. Однако, я бы не советовал его смотреть тем, у кого остались неприятные воспоминания о школе. Вероятно, просмотр вызовет у вас волну школьных флэшбэков. На этом мой обзор подходит к концу. Подписывайтесь на телеграм-канал, на ютуб-канал, ставьте лайки, пишите комментарии, буду рад их почитать. Всем пока-пока!